ПЕСНЯ У нас здесь специально для игроков и гостей РПТ есть собственный лаунж, отдельная зона от всех отдыхающих гостей, и вот мы находимся сейчас здесь, вместе с Ивановым, известным очень тренером. Иван, помоги мне со своим ником, чтобы я не ошибся. Ник «Газфорсейл». Я тренер на «Поке Стрэнджи» на данный момент. Игорь, а что ты тренируешь? Я тренирую СНГ для серебра и золота, ну то есть средние лимиты. И как у них получается? Ну получается, человек там по 50 на тренировках присутствует в среднем, но более-менее, я думаю, результаты есть. Слушай, а интересно, как вот у тренеров СНГ турниров получается игра в главном турнире на РПТ? Ну вообще как бы СНГ я перестал играть уже достаточно давно, так активно, но вот в основном как раз МДТ, но и оффлайн кэш в последнее время. Так что, ну более-менее иду, да, вот во второй день прошел со стэком 1088, там топ-6, то есть как бы вполне есть. Судя по всему, непрактикующие тренеры до сих пор опасны. Слушай, а как тебе вот этот клуб? Ты здесь первый раз, да? Ну клуб отлично, мне нравится, только пока маловато народ, но мы только пришли, а так все здорово, организация хорошая, столики там, все закуплено на столике. Нейбл Селектив не надо, все хорошо. Такие дела. Всем привет. Сегодня начался третий день главного турнира. В игре осталось ровно 107 человек. Вчера второй день закончился грандиозной вечеринкой, после которой, к сожалению, Руслан Бангерт не выжил. Так что сегодня третий день начинаю я, Александра Бондарь. Ну что поделать, что поделать. Вот любит Александра, надо мной поиздеваться. Действительно, вчера было очень весело, очень хорошо. Мы отдохнули, повеселились сначала в фэшн-клаб, а потом где-то до 9 утра пели в караоке вместе с Вадимом Курсевичем, с Гариком Ярошевским, с Эриком Шахбазяном и многими другими интересными людьми. Я действительно немножко позадержался на работе, но хорошо, что у нас есть Саша. С нами полюбившийся всем нам Антонина, Тоня. Тоня, привет. И первый вопрос будет про Новый год. Я так впечатлился рассказом Марины про это и хочу спросить у тебя, как ты отметила Новый год? Я отметила Новый год в компании незнакомых мне людей. Ну, по крайней мере, я думала, что они мне незнакомы. Я пошла с подружкой в компанию каких-то ребят. Но я когда туда пришла, там были одни пакетисты, я знала всех. Он-то вот так вот. Ну, правильно, с твоей работой не мудрено. Я уже представил нашим зрителям, что с этого этапа ты работаешь менеджером. И мне интересно, насколько для тебя это лично было неожиданным или все-таки к этому шло? Ну, как бы к этому шло. Но для меня это была неожиданность, потому что я собиралась вообще поехать изначально. То есть месяц назад я думала поехать как игрок. Потом я... 35 тысяч. Да. Потом я решила все-таки вернуться к работе дилера. Я очень соскучилась за картами. То есть я вот даже когда приходила в покерный клуб, я там колоду, ну, просто колоду, фишки. Я за этим очень сильно соскучилась после последнего РПТ. И в итоге, когда мне Эрик написал, хочешь ли ты быть менеджером, я не думала даже, сразу согласилась. Вот, к слову, о работе менеджера. Как тяжело? Что нового появилось, вот кардинально нового в движениях твоих, ну, в твоих ежедневных делах? Я узнала покер, вернее, не покер, а сам процесс турнира с другой немножечко стороны. Считать касс, все проценты, как это все вообще делается, как это все устроено. То есть раньше я как-то, ну, не особо об этом думала, а сейчас узнала. Плюс, как бы, менеджер, он постоянно ходит, постоянно на ногах, а девушке на каблуках проходить 12 часов, это очень тяжело. Но есть один плюс, можно оставить ногти. Да, Толя, мне сегодня, Тоня хвасталась этим сегодня. Смотри, интересно, насколько для тебя это было неожиданно, то, что ты узнал вот эту информацию о турнирах? Или ты примерно предполагала, что вот оно так как-то вот работает? Нет, я понимала то, как это работает, как это все считается, как бы, для меня это не было особой новостью, но просто я никогда этим не занималась, и когда я сама начала это все считать, и, ну, как бы, ну, это очень такая работа, то есть, как хорошо, что я не работаю кассиром. Заметьте, да, что капитализация Тони повышается, то есть, получив доступ к этой информации, она становится как объект, да, полезнее. Смотри, вот такой отвлеченный вопрос, если сейчас взять и тебя перенести в Средневековье, ну, просто в Средневековье, вот такое грязное Средневековье, да, вот каким бы ремеслом бы ты там занялась? Мой мозг уже не думает. Например, я бы, знаешь, знаешь, чем занялся? Я бы в охотники пошел, мне хочется научиться чем-нибудь, а вот ты. Мне нравится убивать животных? Ну, не такие, как, ну, на грибы можно охотиться. На грибы? Охотушевое занятие. Блин, я не знаю, что ответить. Поняли, как нужно уметь поставить девушку в ступор? Спросите про ремесло в следующий раз, да. Спасибо, Тони. Мы побеседуем с Дмитрием Чопом, легендой и грозой оффлайн-турниров. Дим, привет. Насколько легче со временем тебе даются турниры? Вот у тебя есть какая-то внутренняя градация, что тебе раньше было тяжело их играть, а вот сейчас легче, 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 легче или пофигу? Ну да, конечно, с каждым разом приобретаешь, ну, как правило, какой-то опыт, да. Раньше, конечно, было как бы сложнее играть с более слабыми игроками, да, в том плане, что как бы сейчас, ну, в оффлайне с ними как бы, ну, просто тайтово играешь, да, и они как бы, ну, рано или поздно отдаются сами все равно. После онлайна, да, свою сессию можно проанализировать, открыть холдом-менеджер, посмотреть раздачу, да, после оффлайна. У тебя бывает что-то нечто похожее на это, может быть, какие-то там воспоминания или что-то такое? Ну да, особенно я себя очень часто начинаю там казнить после очередного там игрового дня, да, в игре с фишами, что где-то я там вот понимаю, что нужно вот именно так. Вот вчера у меня была ситуация, там, я за очень большой банк, у меня там, ну, реально, я понимал руку соперника, и он мне потом сказал, что изи выкинул бы, там, я два барреля огромных поставил, у меня на терне, там, хоть что-то появилось, я сыграл чек-пас на алын, хотя, ну, сам должен был первый этот поставить, алын без позиции, он бы выкинул, там очень большой банк был бы, и тем более, когда он, ну, я чекнул, уже сдался, он поставил еще и алын мне сам, я как бы психанул, выкинул карты, дилер раздвинул колоду, я с психу достал карту, и еще мне гадшот закрылся, этот нац, то есть у меня лег бы ривером, то есть, ну, как бы там, неважно, ну, то есть поставь этот алын, если он кол, то вообще все мое, если он пас, то тоже все мое, как бы, вот тоже, и, как бы, потом обсуждал эту раздачу, там, с некоторыми игроками, тоже там, как бы, люди считают, надо было ставить, вот что-то, вот я, не знаю, передумал, я с флопа, у меня был план такой, что третьим баррелем поставить алын, и что-то на терне, я так подумал, блин, что он не выкинет, там, что бы у него ни было. Спасибо большое за интервью, мы желаем тебе удачи. Нам представилась отличная возможность окунуться немножко в историю РПТ, я встретил на турнире Олега Сунцова, победителя самого первого турнира Russian Poker Tour, который прошел в 2009 году в Санкт-Петербурге. Олег, здравствуйте, расскажите, пожалуйста, как ковалась победа? В тот раз или в этот? В тот раз очень смутно помню, потому что был в таком легком шоке, что до этого много не спал, и за все эти четыре дня суммарно поспал где-то, я так насчитал, потом часов 5-6, наверное. Второй день вообще выпало из памяти, первый помню хорошо, третий и четвертый день хорошо помню, а вот второй день вообще выпало из памяти даже. Все проходило вроде своим чередом, больше всего понравился финальный стол, как вот с самого маленького стека получилось, получилось то, что получилось. Я наслышан про вашу игру за финальным столом, еще тогда, в 2009 году, у меня один из друзей участвовал в этом турнире и рассказывал про вашу игру. Вы какой-то опыт имели предварительно большой оффлайн игры или вот так вот как-то получилось само собой? Да, я последние до этого турнира где-то год, достаточно много турниров местного плана выиграл, я никуда не ездил, ничего, то есть все только питерские там. Есть ряд достижений в крупных питерских именно турнирах там. Вот, и чисто только оффлайн кэш только был, интернетом никогда не пользовался, не занимался и не играл, собственно говоря. Учился, интернет мне единственное только помог, это вот осознать какие-то базовые понятия именно турнирного покера. Учился на вводах Тичми Плиза и Диати. А именитые соперники за столом как-то доставляли неудобства сейчас в нынешнюю вашу игру или совершенно безразлично? Абсолютно никак, то есть у меня своя линия розыгрыша. Единственное только я, конечно, учитываю тех оппонентов, которые со мной в данный момент раздача, что они могут обо мне знать, что они помнят о моих каких-то раздачах с текущих турниров, с того турнира. И поэтому вот просто учитывая и держа это в голове, делаю соответствующие действия. Спасибо. Спасибо. Третий игровой день окончен. Игроков осталось 27 и продолжение будет завтра, до самого конца. Это были Костя и Руслан, это Джипси-тим даже с Russian Poker Tour. Игроков осталось 28 и продолжение будет завтра, до самого конца.